Коммунальщики рассчитывают, что еще потеплеет, а синоптики заявляют, бабьего лета не будет, по крайней мере, в ближайшее время. Над Южным Уралом завис циклон, принес с собой дожди. Когда засветит солнце и не подведет ли погода в день города, расскажет Эльвира Хафизова. Получается, на Челябинской области погода неустойчивая, а в Сибири ушло тепло, то есть в Сибири теплее, чем у нас. Ирина Попова внимательно изучает карту. На ней показаны все циклоны и антициклоны, повисшие над Южным Уралом. Красная линия – это теплый воздух, он в Сибири, синяя – холодная, в Казахстане. А вот фиолетовая смешанная, именно она зависла над Челябинском. И в ближайшие дни уходить не собирается, погода будет дождливой. Ну, во-первых, дожди будут не постоянные, не целый день, то есть они будут, облачная погода с прояснениями, скажем так. Поэтому, конечно, бояться не надо, день города и выборы, это праздник. То есть надо все равно находиться на улице в это время и не бояться дождя. Метеоданные в Челябинск поступают каждые три часа со всей области. 18 метеостанций следят за изменениями в погоде. Одна из них находится в Южноуральске, это на юге области. Какой будет температура, предсказывают множество приборов. Флюгер, измеритель осадков, термометры. Почти все автоматизированное. Однако, чтобы результат был точным, приходится измерять вручную. То есть срочный, его нельзя брать в руки. То есть даже когда мы подходим ближе, необходимо затаить дыхание, чтобы своим дыханием не согреть, то есть не сбить показатели. А если бы здесь еще был у нас минимальный и максимальный термометр, который показывает минимальную и самую высокую температуру, их уже можно взять, то есть мы их стряхиваем. Одним из важных элементов ежедневного замера является осадкомер имени Третьякова. Третьякова. Это такой прибор, который измеряет, сколько же осадков выпало за день или ночь. Давайте тоже проверим, сколько дождя обрушилось сегодня на Южноуральск. Итак, мы поднимаемся, достаем ведро, где скапливаются те самые осадки. Приливаем в измерительный стакан. Измерительный стакан показывает 8 миллиметров. По мнению метеорологов, это норма. А вот настолько холодная температура для Челябинска не норма. Бабьим летом пока и не пахнет. Уверены климатологи, над Челябинском навис северный циклон. И уходить пока не планируют. Но к 14 сентября южноуральцы смогут согреться. В области потеплеет до плюс 20 градусов. В горнозаводской зоне особо на бабье лето рассчитывать не стоит. Температура на юге области и в горнозаводских зонах может отличаться на 15 градусов. Поэтому метеостанция есть и на Таганайе. Она самая старая на Южном Урале, ей 183 года. Она может замерить продолжительность солнечного сияния. Вот видите, там ленточка стоит. Она, когда солнце, она прожигает. Вот мне сейчас ее в час надо будет поменять, развернуть. Сейчас он на запад показывает. Развел на запад. Сейчас мне в 11 в час, мне надо будет ее перевернуть на восток. Каждый метеоролог обязан измерить и радиационный фон. Норма до отметки 15. Если выше, сотрудники станции посылают своеобразный СОС в Челябинск. Там уже подключаются специалисты и выносят решения. Эльвира Хафизова, Виталий Пастухов, ОТВ.